С нами на связи Игорь Липсис, доктор экономических наук, профессор. Игорь Владимирович, рады видеть в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Игорь Владимирович, ну давайте для начала вот этот фонд национального благосостояния. В целом, а вот целеполагание этой истории с таким названием, и куда бы деньги шли, и куда они реально тратятся сейчас? Ну, задуман был этот фонд для решения двух задач. На случай, если вдруг резко упадет цена нефти, и бюджет начнет качаться Российской Федерации, это тогда допускалось. И вторая была задача основная поддержать выплаты пенсии. Тогда еще был пенсионный фонд, сейчас это единый социальный фонд России, чтобы в случае чего, если не хватает денег на подпитку пенсионных выплат, то что можно было откуда-то взять? Вот, соответственно, для этого был создан фонд, куда перечислялся некий избыток нефтяных доходов. Ну, вот примерно такая была модель. А если мы говорим о том, что сейчас, ну, вот мы предоставляли информацию о том, что за два года войны Россия потратила, ну, половину денег, да, из этой главной кубушки, по сути, Российской Федерации. А куда это все? Это все на стволы, на снаряды, на поддержание ВПК, да? То есть, получается, вы будете больше болеть, потому что меньше лекарств, вы будете зимой мерзнуть, потому что меньше денег выделяется на ЖКХ, и поддержку в целом какого-то хоть удобоваримого нормального состояния этой истории. Да? Но, но, будем больше воевать, вы будете меньше жить, а вот больше денег из этого фонда, ну, красиво жить, национальное благосостояние, да? Куда это все, Игорь Владимирович? Ну, там разные направления. Сейчас из этого фонда берут деньги на то, что заткнуть разные дырки, которые возникают. Вы тут вспоминали про самолеты, значит, ну, вот сейчас только что забрали 280 миллиардов рублей, значит, на программу развития производства гражданского самолета. Тут же Путин нарисовал какую-то совершенно фантастическую программу развития производства гражданских самолетов в таком объеме, какой и Советский Союз не производил. Все это, конечно, пустые слова, но деньги под это дело выделили. Кто-то эти деньги распилит, кто-то потом будет хорошо сидеть в ресторане в Москве, так что в этом смысле деньги идут. Другое дело, что они идут на довольно такие бессмысленные вещи, потому что понятно, что восстановить гражданскую авиацию сегодня в России уже не удастся, слишком многое было потеряно. Так что в этом смысле, конечно, идет некая просто попытка распилить деньги между людьми, близкими к режиму. Но вот, конечно, есть проблема, что он очень быстро убывает, действительно, потому что не хватает уже нефтегазовых доходов. Вот в декабре, значит, собрали нефтегазовых доходов куда меньше, чем ожидали. И, значит, еще где-то в октябре шел разговор о том, что будут, наоборот, закупать валюту фонд национального состояния, пополнять его за счет того, что немножко подросли цены на нефть. А в декабре все обвалилось, собрали на 200 миллиардов меньше. Пришлось теперь продавать валюту, значит, из этого фонда тоже его продавать в больших объемах. Там же были три вида на тот момент средств. Там были золотые слитки, там было немножко евро и юань. Вот евро уже все продали, так что в фонде национального состояния теперь только физическое золото, и вот еще евро. То есть евро окончились, остались юани. Вот все, что теперь у России есть. При этом с золотом там тоже тема не очень понятна. Вот эти 5 триллионов, которые, это исходя из того, что золото берут и оценивают по мировой цене. Но это липовая оценка, потому что золото российское под санкциями. Продать его в больших объемах по номинальной мировой цене не удастся. Нужно будет добиваться, чтобы у тебя купили хотя бы со скидкой. Поэтому реально денежная величина фонда национального состояния еще даже меньше 5 триллионов. Поэтому вопрос в том, что при таких темпах расходования его действительно может хватить едва с трудом на этот год. А вот что будет в 25-26 в России, говорить уже очень страшновато. Интересная эта система, да, Игорь Владимирович? Это просто вот, многие просто там слышат, да, фонд национального благосостояния, или вот это еще понятие для женщин, которые рожают второго, правда, тут ребенка, материнский капитал, да, тоже вот как-то звучит, материнский капитал. Но возвращаясь как раз к фонду национального благосостояния, вот я смотрю, да, ну, действительно так это и было. Изначально система была призвана, насколько я понимаю, снизить зависимость экономики от цен на сырье. И если нефть стоит, правильно логика понимает? Если нет, вы их подкорректируете, абсолютно спокойно на это отреагируете. Ну, просто действительно хочется понять. Если нефть стоит дорого, и стоила дорого, как это было, то власть должна была скупать валюту и вкладывать ее, откладывать фактически в этот фонд. В случае, если нефть дешевела, накопленную валюту разрешалось как раз тратить, прежде всего на пенсии. Правительство ежегодно тогда устанавливало называемую цену определенного отсечения по нефти марки «Урал». Об этом мы тоже как-то в нашем эфире говорили. Я напомню, как раз до 24 февраля 2022 года цена была 45 долларов. Но вот после полмасштабного вторжения и введения санкций на российскую нефть на 2023 придумали новое бюджетное правило. Привязали не к стоимости нефти, а к необходимому объему нефтегазовых доходов бюджета. И я так понимаю, вот эта непривязка к стоимости нефти, она как раз сыграла вот такую какую-то экономическую злую шутку. Так ли это? Просто теперь эту цену определить очень трудно. Раньше Россия была частью нормального цивилизованного рынка нефти. Понятно было, кто откуда везет, какими танкерами, по каким контрактам. Можно было посчитать цену. А сейчас все идет такими левыми путями, такими теневыми каналами, что посчитать цену Минфин даже уже не может. Поэтому они придумали так, что вот 8 триллионов с небольшим дай, а если, соответственно, дай не получается, тогда, значит, мы будем тратить деньги. Ну вот картинка такая. То есть они просто задали абсолютную потребность в этих деньгах, но если, соответственно, она не реализуется, тогда приходится продавать средства и фонды. А если его продадут, тогда, значит, соответственно, придется затягивать пояса российскому бизнесу. У него будут забирать больше с помощью налогов. Ну и, соответственно, придется затягивать пояса российским гражданам. У них тоже будут забирать больше с помощью налогов. В этом смысле сейчас российские граждане, это, что называется, кредитор последней станции по военным расходам. Люди думают, что они как-то не участвуют в финансировании военных действий. На самом деле они уже участвуют, потому что уже поднялись акцизы на многие виды товаров, чтобы заткнуть дыру в бюджете. Поэтому, соответственно, многие товары уже покупаются дороже. И, соответственно, за счет этого каждый, кто эти товары покупает, он, соответственно, отдает денежку на закупку снарядов, ракет и танков. — Смотрите, Игорь Владимирович, ну, кроме изменений, да, подхода к акцизному сбору, разных ставок и налогообложения, на что еще могут пойти кремлевские власти для того, чтобы, ну, залезть не только в карманы россиян, но и так под подушечки там позаглядывать? Поскольку, как я понимаю, есть сбережения, так или иначе, и суммы там немаленькие. Да, я думаю, что на это власти уже обращают внимание. Каким образом они могут вот это сделать? — Ну, там как бы есть некое такое, я бы сказал, эшелонирование инструментов. Значит, сначала какие-то в первую очередь, потом какие-то во вторую очередь, когда уж совсем плохо будет. Значит, в первую очередь, конечно, они будут пытаться, значит, рубль обесценить, чтобы за счет этого увеличить доходы от экспорта. Да, доходы-то от экспорта в рублях, и война финансируется в рублях. Поэтому, если, так сказать, рубль упадет, то рублей будет поступать в бюджет больше. Уже как-то президент Путин бодро рассказывал, как хорошо, что рубль обесценился. Мы теперь получаем больше рублей, да. Но то, что при этом одновременно возрастают все товары импортные в цене, это как-то он аккуратно умолчал, как всегда у президента Российской Федерации. Поэтому, значит, сначала, видимо, будет попытка как-то уронить рубль. Вот идет дискуссия между российскими экономистами. До 108 или еще больше уронят курс доллара, рубля к доллару. Ну, посмотрим. Но картина такая. А если это не поможет или это будет слишком страшно из-за роста инфляции, ну, тогда могут действительно обратить внимание на сбережение населения. Собственно, уже обратили. И министр финансов России уже сказал, что, вы знаете, а у населения-то лежат 40 триллионов рублей. Какие хорошие деньги. Они нам бы очень пригодились. Ну, российские экономисты все ахнули. Это что ж такое? 40 триллионов. Это, оказывается, всего лишь навсего депозиты и деньги на текущих счетах в российских банках. То есть нельзя сказать, что это где-то вот прикопанные деньги или под матрасом лежащие деньги в банках, которые уже работают в экономике, как кредиты. На них куплены облигации. Но, тем не менее, вот Минфин решил по второму разу на эти деньги обратить внимание. И теперь пытается через систему дополнительного пенсионного сбережения, значит, заставить россиян забрать деньги из банков, отдать пенсионные сбережения. А пенсионные сбережения будут тратиться на покупку облигаций. Минфин получит эти деньги. Но что будет при этом с российскими банками, очень такая страшная тема, потому что если население массово начнет забирать деньги, которые лежат в банках, то российские банки просто рухнут. И будет обрушение банков. Такие вот картины сейчас мы и наблюдаем в России. Пока еще вот я хочу вас спросить. Не наблюдаются этих процессов, да, вот что как-то, ну не то чтобы активно, потому что если бы очень активно, эта информация бы просочилась очень быстро. Но есть такие все-таки сейчас, возможно, регионы Российской Федерации, где все-таки россияне забирают свои средства из банков, либо же пока все-таки удерживаются от этого? Нет, сейчас пока такого нет, потому что для борьбы с инфляцией же подняли ключевую ставку. Центробанк, соответственно, подняли ставки по депозитам, и народ понес деньги в банки, надеясь, что на этом как-то заработает. Ну, россияне не то чтобы, так сказать, финансовые глупые люди, но просто у них нету никаких вариантов. Уничтожена же вся система сбережений, теперь деньги девать, если у тебя остался какой-то остаток, некуда. Валюту особенно не купишь, знаете, совсем тяжело с этим делом стало. А значит, иностранные ценные акции, ценные бумаги, акции, облигации не купишь, все отрезали, да. Значит, ну вот остается только либо класть на депозит, либо покупать акции оставшихся российских компаний, что дело еще более глупое. Поэтому, ну вот, кладут в банки. Ну вот, видите, Минфин на это уже очень так пристально смотрит и с интересом подсчитывает, сколько можно забрать. Смотрите, Игорь Владимирович, ну в то же время, да, Росстат, он пытается убедить россиян, что они живут, ну, наверное, лучше, чем думают. По данным службы, доходы жителей РФ выросли почти на 5%, реальные зарплаты на 9%. При этом в Росстате также утверждают, что инфляция на самом деле невысокая, около 6,5% в среднем по стране. Но, правда, с этим не согласны сами россияне, говорят, продукты подорожали очень ощутимо. Давайте вот услышим эту позицию и продолжим беседу. Покупаю очень ограниченный набор. Молоко, творог, сметана, яйца, овощи, изредка куриное мясо. Все стараюсь по скидкам. И все подорожало, что ни возьми. В прошлом году пенсию прибавили на копейки, а цены выросли на много. У некоторых пенсии больше, но мы с мужем простые инженеры. Нам хватает только на еду и коммуналку. Мы много лет не покупаем ни одежду, ни обувь. Старое донашиваем. Не знаю, как люди отвечают про инфляционные ожидания. Думаю, что и президент этого не знает. Знаю только, что будем меньше покупать и меньше есть. Галина, пенсионерка, в комментарии изданию «Северреалии». Я давно не планирую финансы больше, чем на месяц. Но точно знаю, что завтра это не закончится. В следующем году инфляция будет расти. А в 2025 году, судя по ситуации в строительной отрасли, роль государства в экономике станет окончательно определяющей и наступит коллапс. Так как государство не в состоянии свои штаны держать, а не то, что чем-то управлять. Дмитрий, прораб настройки, в комментарии изданию «Северреалии». Тут простой вопрос, Игорь Владимирович, а можно ли верить Росстату? Хотя, я думаю, что ответ может быть, знаете, предсказуем. Прошу вас. Это, к сожалению, не такая больная тема для российских экономистов, потому что других-то источников данных нет особо. А данные Росстата становятся очень такими ненадежными. Вот сейчас такая анекдотическая история. Они теперь пересчитывают воловой продукт России пять раз. Вот за прошлый год. И каждый раз у них как-то все красивее получается и красивее. Все падение меньше, а вот на скором уже рост покажут. Поэтому, конечно, надеяться на эти цифры трудновато. И поэтому как раз вот Ромир и пытаются как-то скорректировать. Есть какие-то индексы, которые считают самые отдельные. Разные экономисты отдельные. Спасибо. Собственные корзинки строят и их пытаются просчитывать, чтобы понять, что реально происходит. Ну, потому что доверия на Росстата все меньше и меньше. Знаете, статистика, она когда под государственной властью, она очень хорошо меняет цифры. Это мы знаем по Китаю, это мы знаем по России. Поэтому насчет того, какая инфляция, это действительно у людей спрашивает. Даже ЦБ уже не очень доверяет Росстату. Они берут свой индикатор инфляционные ожидания. В декабре это было примерно 14% годового роста. Ну, вот сейчас, значит, немножко пошли вниз цены на яйца. Народ поуспокоился, ожидает теперь роста цен на 12% против 6%, которые там обещают, значит, государства. Но 12%, знаете, немало. Если у тебя не прибавляет пенсию, если не прибавляет зарплату, то 12% роста цен. Это болезненная тема. Да, ощутимо. Вам огромная благодарность. Всегда вам рады. Обязательно увидимся. Заканчивается время нашего эфира. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Продолжение следует...